Всем привет, меня зовут Егор, и это очередной обзор, а именно Robot Quest. Давайте начинаем. Robot Quest это Рогалик, я небольшой фанат Рогаликов, вернее Роглайков, но в принципе поиграть я в них могу. И эта игра не исключение, я в неё решил поиграть, и она мне прям понравилась. Потому что я давно уже хотел поиграть в шутеры, такие, ну, любые вообще, мне можно было и Рогалик, и вообще что угодно. Вот тут как раз нашёл шутер, и поэтому я скачал Nerf Legend, потому что мне хотелось шутеров, потому что надоело играть всё время в жевалки, а, ну, скачиваю её Nerf Legend, довольно большая игра по весу, а тут она хуже, чем маленькая, 2-гигабайтная, либо 3-гигабайтная, я не знаю, сколько она весит, но она весит явно меньше, чем Nerf Legend. Я правильно не знаю, зачем вот Nerf Legend, ладно, не будем к нему отдаляться. Что это за игра? Это игра, ну, вы в принципе сейчас её видите, наверное, да в принципе мне нечего рассказывать, это обычный Рогалик. Лучше сразу приступим к каким-нибудь аспектам игры, которые мне лично понравились. Сейчас я расскажу, что мне лично мне понравилось, а именно, например, оружие. Моё любимое оружие, это снайперская винтовка, либо с вот таким вот прицелом. Сейчас как раз вы видите мою любимую прям закидку, когда два оружия, они прям идеальны, хотя эти два оружия не самые идеальные, потому что, например, в комнатах зажатых, а там есть такие, где не выйти, нету прям, нету места, надо бегать, прыгать, ворачиваться от врагов, то там эти пушки не подходят. Но, если бы у меня был третий слот, который я открыл только что, можно сказать, то было бы легче, потому что я бы мог взять какую-нибудь пушку автомат, а не снайперскую винтовку, и так было бы легче, я бы мог намного больше врагов убить, но я дурак, и почему-то не взял ту обилку, я даже не знал, что можно взять обилку, когда добавляет третий слот для оружия, и это очень обидно, потому что мне бы она пригодилась. Игру я прошел всего один раз, потому что это рогалик, это довольно трудно, боссы попадаются раз в две зоны, и как у меня это довольно мало, то есть две зоны босс, две зоны босса, довольно мало, но боссы сложные, особенно последний, чуть не умер, но я думаю, что не надо уже всю эту фигню обсуждать, лучше войдем к графике, геймплею, ну и всякому такому. Дам вам совет, сразу включайте минимальные настройки графики в настройках, потому что максимальные, у меня лично и при записи лагало, и так, видимо, немножко лагало, так вот, включайте сразу минимальные, вы не почувствуете разницы, и так, и так, они примерно равны, плюс вы все время будете бегать, прыгать, вы просто не успеваете воспринимать графику, но, скорее всего, все свои видите, какая она примерно, потому что я почему-то не записал материалы графиков, примера, я все время записывал материалы, как я бегаю, прыгаю, но, к счастью, можно зайти в начало игры, прям в лобби, и там все можно посмотреть прям отлично, лобби, спасибо огромное создателям за такое лобби. Ну, я покажу, наверное, и самой игре, ну, графика прям хорошая, мне не к чему придраться, графика чаще всего мне нравится везде, потому что я играл в Студию Вэлли, а Студию Вэлли, как вы знаете, пиксельная графика, там вообще, ну, такое. Плюс, ну, я вообще толком не играю в ААА, из-за чего вот такие вот графики у меня уже вау, поэтому графика хорошая, поиграть можно, ну, да это рогалик, вы не сможете воспринимать графику, пока вы бегаете, прыгаете, стреляете, все такое, да. Короче, сейчас я записал материал, чтобы показать вам графику, пример, и я тут подумал, а графика немножко похожа на игру Барден Лэнс, согласитесь, она и правда похожа на игру Барден Лэнс, сейчас примеры тут графики, скорее всего, так же, и, не знаю, скорее всего, создатели пока создавали эту графику, ну, вдохновились, кем, собственно говоря, Барден Лэнсом, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Геймплей довольно обычный для рогалика шутера от первого лица, но если быть поточнее, то просто ходишь и чистишь зоны от врагов. Такой геймплей довольно обычный и для крупных рогаликов, типа ETG, Dead Cell, Soul Knight, а ведь Soul Knight игра на мобильных телефонах, а раз даже на мобильные выходят такие рогалики, то неудивительно, что все рогалики плюс-минус похожи. Я лично очень редко вижу необычные рогалики, которые являются, например, Slay the Spire, но мы отошли от игры, давайте возвращаться к ней. Казать честно, это довольно обычный, но хороший рогалик. Неплохое количество оружия, обилок, персонажей и врагов, но если много в нее играть, то, боюсь, она быстро надоест. Да, врагов, оружия, обилок и всякого такого много, но недостаточно, чтобы игра затянула вас надолго. Я надеюсь, что обновления выходят будут, а значит, что будет добавляться новый контент. На сюжет я толком внимания не обращал, так как он довольно скучный и посредственный. Вообще, я в многих играх не обращаю внимания на сюжет, мне он как-то неинтересен, потому, я думаю, в AAA-ах я, конечно, буду обращать внимание на сюжет, но я толк в AAA-а проекты не играю, да. Поэтому сюжет я не оценил, он там есть, но он посредственный и ради него играть точно не стоит. Хотя, как по мне, это и с самого начала было понятно, потому что это рогалик, рогалик это не про сюжет, рогалик это больше про эмоции и геймплей, нежели сюжет, так что мне удивительно, что у него он плохой. Это небольшие выводы, плюсы против минусов, мне надо бежать, поэтому я по быстренькому это все запишу. Плюсы это геймплей и графика, минусы это сюжет, больше я ни минусов, ни плюсов себе не выделил, играть в ее, я в ее буду продолжать в эту игру, да. Ну что ж, я побежал, давайте я быстренько демонтирую, ну, начну, может, обрабатывать, ладно. Спасибо всем за просмотр, мне правда понравилось сделать этот ролик, монтаж намного более высокий уровень, чем раньше, прям, прям круто. Спасибо всем за просмотр, и могу я попросить вас поддержать данное видео лайком, потому что монтировал я больше двух дней, для меня это рекорд, я монтировал за 10 минут, а тут два дня. Сюжет, это, короче, видео типа обзор игр, это всегда для меня сложно, и надеюсь будет всегда сложно. Всем пока.